Темпы продвижения ВСУ вглубь российской территории замедлились, но остановить украинскую армию российская по-прежнему не может. Поток желающих подписать контракт с Минобороны в последнее время обмелел, и многие считают, что власти могут снова пойти на объявление о мобилизации. Иоанн Матвеев. Полное ощущение какого-то затишья на Курском фронте. Однако, мне кажется, затишья – это информационное. Зет-блогеры взяли курс на успешный успех. ВСУ молчат, публикуя только кадры из населенных пунктов, которые захвачены 2-3 дня назад. Но пусть вас не обманывает затишья и бравады Зет-военкоров. Инициатива все еще в руках ВСУ. Это понимают и российские военные. Они активно копают окопы и траншеи неподалеку от Льгова. Дмитрий Гудков. После того, как ВСУ перенесли войну во внутреннюю Россию, у Путина все дальнейшие ходы плохие. Если Путин не сможет быстрой малой кровью выдавить ВСУ обратно, то остается либо объявить всеобщую мобилизацию с закрытием границ, либо нажать на кнопку. Но в этом случае может прилететь табакерка в висок. А вы думали, о какой дилемме говорил Байден, когда комментировал операцию ВСУ? Да, первую волну мобилизации народ вроде как еще проглотил. Но ведь не случайно Путин после этого все равно так оттягивал и продолжает оттягивать всеми силами вторую. Надолго ли? Илья Яшин. Срочников в Курской области массово склоняют к подписанию контрактов с Минобороны, сообщают их матери. Понятно, для чего это нужно властям. Гибель срочника создает социальное напряжение в обществе, в то время как жизнь контрактника не стоит ничего. Логика в том, что он добровольно подписал контракт, осознавая риски, и больше не имеет права жаловаться. Однако добровольность это зачастую весьма условно. Александр Плющев. Еще один интересный аспект прорыва ВСУ в Курскую область. Ни властные люди в массе своей не воспринимают это как вторжение врага, а скорее как стихийное бедствие. Где дубина народной войны? Партизанские отряды. Массовая запись в добровольцы хотя бы из числа тех, кто оставил свои дома. Нет эвакуации, а перемещение. Гуманитарная помощь, размещение. А вставай, страна огромная, нету. Есть требования компенсировать и приютить, словно ВСУ это нечто вроде наводнения. Сергей Ерженков. Можно сколько угодно накачивать народ ненавистью и с утра до вечера обкалывать его патриотическими вакцинами. Но я наверняка знаю, что эта война для большинства населения так и осталась чужой и далекой. И как показывает пример Курской области, от появления украинских танков на околице ее восприятие не поменяется. Жители почти любого региона России может быть за исключением кавказских регионов. Точно так же, как куряне смиренно рассядутся по автобусам и эвакуируются, куда им скажут. И обижаться на народ не надо. Вы хотите от него единения и сплочения? Хотите, чтобы он, как в 43-м, сжигал родные хаты и уходил в леса? А сами малодушно не можете назвать войну войной? Сначала СВО, теперь режим кто? Полную версию подкаста «Цитаты свободы» слушайте на нашем канале. Ставьте лайк и подписывайтесь.